МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в режиме онлайн. С 10 утра и до 8 вечера на Самар-ГИС пройдет многочасовой марафон. Концерты, спектакли и интервью с работниками заводов и родственниками тружеников тыла можно будет увидеть в прямой трансляции нашего телеканала. Мария Левина подробнее. 9 мая в этом году праздник семейный. Все массовые мероприятия в Самаре отменены из-за угрозы распространения коронавируса. И даже традиционное возложение цветов пройдет без ветеранов. Дань памяти за них отдадут первые лица внутригородских районов. Не более двух человек на одном месте с соблюдением социальной дистанции. Эти меры вынуждены, рассказала глава города Елена Лапушкина. Я еще раз подчеркну о том, что у нас в этом году, к огромному сожалению, все праздничные мероприятия пройдут дома. Праздник с большими традициями, но тем не менее, да, наша с вами задача, во-первых, убедить людей этот праздник встретить в семейном кругу. Для того, чтобы отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне, в Самаре готовится насыщенная программа онлайн. В социальных сетях театры покажут военные спектакли, все музеи проведут виртуальные экскурсии. В полдень стартует всероссийская акция «Бессмертный полк», тоже дистанционно. Всем желающим городские власти предлагают выйти на балконы с портретами своих героических родственников. В социальных сетях самарские школьники создали группу «Марафон Победы», где 9 мая в прямом эфире будут исполнять песни военных лет. 9 числа у нас будет единое время, когда мы будем все участвовать в музыкальном марафоне. Все дети совместно с родителями с 4 часов каждый час будут исполнять онлайн-песни. «Майский вальс», «Синий платочек», «Землянки», «Катюша» и также «День Победы». Именно 9 числа будет выпущен ролик, который мы создавали на протяжении полутора месяцев, акция «Крылья Победы». Не остается в стороне и наш телеканал. С 10 утра до 8 вечера на Самара-ГИС пройдет многочасовой интерактивный телемарафон «Это наша победа, это надо сберечь». В прямой эфир в нашу студию приглашены историки, представители заводов, составляющих оборонную мощь Куйбышева, самарцы, чьи родственники трудились на предприятиях военного города. Кроме того, желающие смогут позвонить в прямой эфир и рассказать о своих родных, ковавших победу в тылу. Мария Левина, Николай Епифанов, События. В Самарской области вновь выросло число зараженных коронавирусом. Новые данные опубликовал Федеральный оперативный штаб. За последние сутки в области выявили 67 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зафиксированных случаев в регионе достигло 743. 75 человек выздоровели, 8 пациентов скончались. В Самарской области продолжается режим самоизоляции. Жители просят не выходить из дома без уважительных причин. Тем временем, на улицах города много людей. Индекс самоизоляции в Самаре на сегодня составляет 2 балла. Это показатель, который рассчитывается по активности в различных приложениях и онлайн-сервисах. По официальным данным, самый высокий индекс самоизоляции в Москве. Он составляет 3 балла. За ней идут Санкт-Петербург и Нижний Новгород с индексом 2,7 балла. В столицах соседних Самарской области регионов индекс самоизоляции также невысок. В Саратове он составляет 2,3 балла. В Ульяновске – 2 балла. В Самаре сегодня выписали еще одного пациента, болевшего коронавирусом. Мужчина перевалил инфекцией в легкой форме. Противостоят новому вирусу в регионе сотни врачей, медсестер и санитарок. Все они уже начали получать региональные доплаты к заработной плате. По мере поступления денег из федерального бюджета сумма увеличится. Истории, каких уже десятки. На первый взгляд, обычная ОРВИ и только тестирование показало наличие коронавируса. За выявлением инфекции последовала изоляция и госпитализация. Сегодня этот пациент уже выписывается из больницы. Имени попросил не называть и лица не показывать. Симптомы, какие у меня были, это была температура. Температура была невысокая, где-то 37, ну, от 37 до 37,5 где-то самое максимальное еще было. А какие симптомы были, ну, боль в горле. Ну, сначала первые там дни был легкий кашель. А так, ну, еще то, что, ну, ломота в мышцах была. Вот это присутствовало, конечно, даже при такой небольшой температуре. Вот это было. Я проходил определенный курс лечения. Тут мне назначили тест. После прохождения теста в поликлинике у меня был, ну, обнаружен коронавирус. Пациент перенес заболевание в легкой форме. Осложнений не было, поэтому лечили его в инфекционном отделении 6-й горбольницы. В случае тяжелой патологии заболевших переводят в областную больницу имени Середавина. Мы лечим противовирусными препаратами. Их несколько групп. Лечим асимптоматической терапией. Если необходимо, патогенетическая терапия проводится. Антисептики местные. То есть весь спектр. В Самарской городской больнице номер 6 одной из первых приняла коронавирусный удар. Выписанных уже десятки. Местные медработники уже привыкли к новой служебной форме одежды. Защитный костюм, два слоя перчаток, противогаз. В таком снаряжении медсестра инфекционного отделения Татьяна Цымбал заходит к пациентам. Смена длится 36 часов. Личные вещи брать с собой нельзя. Очень страшно. Каждый раз берет мандраж. Каждый раз переживаешь, волнуешься. Врачи, медсестры, все, кто работает с пациентами с коронавирусом, находятся в группе риска. Сегодня они на передовой борьбе с глобальной инфекцией. Их заслуги оценило государство. Уже начались выплаты, предусмотренные для этой категории медработников. По мере поступления денег из федерального бюджета доплата увеличится. В марте месяце мы выплатили сотрудникам инфекционного отделения городской больницы номер 6, которые непосредственно работают с больными, пораженными COVID-19 вирусом, заработную плату повышенную на примерно 30%. Эти выплаты были произведены за счет средств регионального бюджета и направлены именно на стимулирование труда работников, которые работают в особо опасных условиях с данной инфекцией. Сегодня принято решение установить еще и страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом. Но успех этой борьбы зависит от каждого. Только всеобщими усилиями можно остановить распространение болезни, соблюдая меры профилактики и режим самоизоляции. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Вооруженные силы в помощь коммунальным службам Самары. Военные 2-й общевойсковой армии совершили марш из Чапаевска в областную столицу. Здесь они провели дезинфекцию на кладбищах и в Струковском саду. За процессом обработки наблюдала мэрия Елчан. На дезинфекцию самарских улиц и парков выходят не только коммунальщики. В помощь им военные ЦВО. Решение по оказанию поддержки принял командующий 2-й общевойсковой армии Андрей Колотовкин по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова. На обработку направили 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Для дезинфекции заранее было подготовлено 15 тонн специального раствора. Соответственно, это никаким образом не влияет ни на растительность, ни на флору, ни на фауну. Это чисто является дезинфицирующим раствором в защите от вируса. Военные ЦВО обработали дорожки Струковского сада, лавочки и скейт-парк. Уже больше месяца парки Самары закрыты. В это время все общественные территории благоустраивают, обрабатывают от клещей насекомых и, конечно, регулярно проводят дезинфекцию. Помимо этого, регулярно проводятся антибактериальные обработки и детских площадок, и скамеек на территории парка. Все это сделано для того, чтобы как можно быстрее победить нам этот недуг и в полную силу, в полном объеме уже принять горожан, принять людей на территории парков. Военнослужащие войск традиционной химической и биологической защиты уже обработали рубежное и городское кладбище. В ближайшее время они планируют провести дезинфекцию на Самарской набережной. Мэриэл Чан, Николай Епифанов, Максим Гусев, События. В Самаре усилен контроль за соблюдением масочного режима. Несознательным горожанам грозит административная ответственность. Представители Департамента транспорта совместно с Добровольной народной дружиной прокатились на автобусе и на трамвае и проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим. В рейд отправилась Елена Малютина. Выходя из дома, Тамара Миронова всегда надевает медицинскую маску и перчатки. Говорит, от сознательности каждого человека зависит, насколько быстро закончится режим самоизоляции. Женщина замечает, что некоторые самарцы носят маски под подбородком и только при виде народных дружин или других проверяющих надевают средства индивидуальной защиты на лицо. От таких несознательных граждан женщина старается держаться подальше. Я стараюсь отойти подальше куда-нибудь, чтобы подальше отойти от этого человека. Мало ли чего. Ну, важно и все, чтобы не заболеть, чтобы быть здоровым и других не заразить. Я все время в перчатках ездила. В перчатках и бать. Я к ним уже приросла. Я не знаю, когда отменить, как я буду без них ходить. По постановлению губернатора Дмитрия Азарова, все жители Самарской области в общественных местах обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты, особенно в общественном транспорте. Иначе им грозит административная ответственность. Представители департамента транспорта совместно с добровольной народной дружиной проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим. Как выяснилось, большинство граждан дисциплинированы. Во всех общественных местах, в помещениях, в магазинах, в других общениях, в том числе в общественном транспорте, пассажиры должны носить маску. То есть пребывание вне маски, оно может быть приравнено к нарушению санитарно-психологического законодательства. Добровольцы народной дружины проводят с гражданами разъяснительные беседы. Рассказывают, как маска может защитить от коронавируса. Если возникнет конфликт, представители народной дружины могут вызвать наряд полиции. Мы все хотим, чтобы как можно раньше закончился данный режим самоизоляции. Чем больше мы мер к этому предпримем, тем быстрее оно все закончится. Все зависит от каждого гражданина. Департамент транспорта продолжает контролировать соблюдение масочного режима среди кондукторов и водителей. Персонал обеспечили одноразовыми и многоразовыми масками, резиновыми перчатками, антисептиками. Например, только трамвайно-троллейбусное управление закупило около 9 тысяч масок и более 10 тысяч перчаток. Уважаемые пассажиры, при нахождении в общественном транспорте используйте средства индивидуальной защиты. В период самоизоляции необходимо соблюдать ограничительные меры, оставаться дома и без крайней необходимости не совершать поездки. Заботясь о здоровье своем и окружающих. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. На особом контроле и самарские байкеры. Инспекторы ГИБДД проверяют, как мотоциклисты соблюдают скоростной режим, правила дорожного движения, а главное, есть ли у них основания нарушать режим самоизоляции. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа. Мотоцикл – транспорт для души, говорит водитель со стажем Валерия. Как только на улице установилась теплая погода, девушка колесит по самарским дорогам только на своем железном коне. Считает, это самый безопасный вид транспорта, особенно сейчас, когда нужно соблюдать социальную дистанцию. Главное, не забывать и о другой дистанции на дороге. Правила – соблюдать правила. Не мешать другим и смотреть за всеми, кто не включает поворотники и не смотрит за дорогой. Ежегодно мотоциклистов на дорогах Самары становится все больше. Все маршруты любителей быстрой езды инспекторам известны. С открытием мотосезона сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды. Среди самых частых нарушений – превышение скоростного режима и проблемы с документами на технику. Есть среди них, к сожалению, такие, которые сознательно нарушают правила дорожного движения. Ну, к примеру, допустим, эксплуатируют мототранспорт без государственной регистрации, без рекзнаков. Есть другая проблема, когда они не имеют документов на право управления. Документы, подтверждающие право собственности на данное транспортное средство. Причем это именно умышленное нарушение. И иные опасные маневры – это и превышение скоростного режима. Это и выезд на повод встречного движения. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие прав на управление транспортным средством, уровень шума мотоцикла и наличие защитных шлемов. Но главное – выясняют, есть ли основания для нарушения режима самоизоляции. Без справки от работы дателя водителю железного коня грозит штраф. Лариса Шлафаст, События. Предотвратить слепоту больных диабетом. В Самаре ученые разработали прототип интеллектуальной системы, которая поможет врачам планировать операции на сетчатке глаза. Это совместный труд ученых Самарского университета, врачей больницы Ярошевского и ученых Самарского медуниверситета. Аналогов у программного обеспечения пока в мире нет. Подробнее об уникальной самарской разработке расскажет Елена Малютина. Молоко в глазах – такое ощущение до операции на лазерном аппарате было у Лидии Савиной. Она страдала диабетической ретинопатией. Это одно из самых тяжелых и распространенных осложнений диабета, которое может привести к слепоте. Женщина вошла в первые две сотни человек, которым сделали операцию на немецком аппарате с уникальной интеллектуальной системой, разработанной в Самаре. Лидия Савина говорит, послеоперационный период прошел незаметно и теперь уже забыла, что такое очки. Видит, как сокол. После этого влечения намного мне стало лучше. Видеть я намного стала четко. Не просто вот я как-то расслышу, но хорошо. Четкость появилась. Раньше врачу во время лазерной операции приходилось прицеливаться как снайперу вручную, выставлять нужную мощность для того, чтобы не сжечь сетчатку глаза и при этом убрать то самое пятно молока. Теперь самарская интеллектуальная программа на этапе планирования операции в автоматическом режиме дозирует мощность лазера и определяет точность направления луча. Аналога у интеллектуальной системы в мире нет. По оценке разработчиков, она позволит в 9 раз снизить вероятность лазерных ожогов за границами отека, сократить время подготовки пациента к операции и снизить риск появления послеоперационных осложнений. У нас практически все, но больше 95% коагулятов у нас, во-первых, в правильном месте, во-вторых, гарантированно правильной мощностью. Вот это уникальная особенность того метода лечения, который у нас сложился из самого совершенного на западе прибора и самой совершенной в России программы. Ученые Самарского университета совместно с врачами областной клинической офтальмологической больницы имени Ярошевского и учеными Самарского государственного медицинского университета около пяти лет разрабатывали уникальную систему. Задействовали большую базу данных. Ее разработали совместно с Институтом системы обработки изображения Российской академии наук. На этом сервере хранится более 30 тысяч фрагментов изображения глаз. Это позволяет интеллектуальной системе предоставить врачу более достоверную информацию. Основной здесь трудоемкость составляла сбор информации, экспертная обработка, то есть привлечение врачей, чтобы они проверяли результаты работы системы. А далее мы использовали технологии обработки больших массивов данных, интеллектуальный анализ, частично нейронные сети используются. Все это уже позволило нам спроектировать компьютерную систему. Самарские ученые планируют получить данные других патологий глаз для того, чтобы система научилась лечить и другие заболевания глаз. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Самара присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти». У стадиона «Самара-арена» высадили 750 деревьев в честь погибших участников Великой Отечественной войны. Несколько каштанов посадили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Какие еще породы деревьев выбрали для нового зеленого мемориала, расскажет Андрей Горгуленко. Когда он узнал о том, что на территории нашей страны проходит, и в том числе на территории Самарской области проходит такая акция, как «Сад памяти», он очень хотел, чтобы было высажено дерево в честь его однополчан. И в такой просьбе он обратился к волонтерам Победы или не могли ему отказать. Добровольцы сажают дерево в честь однополчан Азимбая Майрикова, который ушел на войну из Куйбышева, а теперь живет в Казахстане и не смог приехать, чтобы самому посадить памятный каштан. Таких заявок волонтерам Победы приходит очень много. Ребята высаживают дерево, делают фотоотчеты и отправляют людям координаты и фотографии. Добровольцы уверены, высадка деревьев – лучший способ сохранить память павших. Деревья приживутся здесь, будут расти. И, соответственно, уже наше поколение, кто-то будет уже об этом вспоминать, они вот проедут, увидят. Тем более у нас тут такой объект рядом, знаковый, как стадион. Они будут сюда приезжать, смотреть, что вот есть такая вот аллея, и, соответственно, они уже будут вспоминать наших героев, которые погибли в Великой Отечественной войне. В саде памяти высадили 750 деревьев, 500 сосен, 100 лип, 100 берез и 50 каштанов. Все деревья с заботой и любовью выращены в питомнике самарского предприятия спецарем «Стройзеленхоз». Эти культуры выбрали по рекомендациям специалистов. Именно они хорошо приживутся в этой почве и будут приятны глазу самарцев. Деревья у «Самара-арены» высадили в форме крыла самолета. Мы действительно задумывали, что символизм должен быть во всем, и это будет крыло самолета, конечно, с проекцией на то, что это память о нашем замечательном штурмовике Ил-2, и в дальнейшем мы будем как-то так же развивать эту территорию. Каштан у «Самара-арены» высадили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава «Самары» Елена Лапушкина. Как только ограничения будут сняты, здесь побывают школьники и ветераны, которые увидят своими глазами, как разрастается сад памяти. Я очень надеюсь, что, конечно, этот символ живой памяти будет символом не одного поколения, будет символом многих поколений. Уверен, что эти акции будут повторяться, потому что память жива. К акции «Сад памяти» может присоединиться каждый. Для этого необходимо посадить дерево в честь погибшего участника войны на своем дачном участке или около своего дома, когда снимут ограничения. Это дерево можно нанести на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф и рассказать всем о своем родственнике. Акция продлится до 22 июня. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Индивидуальный подход к ветеранам. Росгвардейцы поздравляют именными праздничными парадами тех, кто в военные и послевоенные годы защищал Родину. Акции проходят во дворах домов, где живут ветераны. На одну из них побывал наш корреспондент. Военный оркестр и марш в исполнении росгвардейцев во дворе дома на улице Пушкина. Ветераны сил правопорядка Михаила Лялина поздравляют с 75-летием победы. В этом году такие акции проходят впервые. Из-за распространения коронавируса праздничный парад, который должен был пройти на площади Куйбышева 9 мая, отменен. Поэтому сейчас ветеранов поздравляют адресно. Во внутренние войска Михаила Васильевича призвали в 1949 году. Он служил на Западной Украине во Львове. Там боролся с бандеровцами. За эти заслуги его приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас ветеран соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу. Поэтому с нашей съемочной группой вышла пообщаться его внучка. Мы близки к этому, у нас вся семья военных, и с маминой, и с папиной стороны. И мы не можем спокойно, в принципе, смотреть на праздник 9 мая. А когда это личный парад в честь деда, то и у него, и у нас у всех реакция только одна была. Благодарность. Сейчас в области осталось всего шесть ветеранов, которые служили во внутренних войсках и других частях, которые сейчас входят в состав Росгвардии. Все они живут в Самаре. Парадом поздравят каждого из них. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. День Победы, который объединяет. Во время пандемии участники музыкальной группы «Сильвер Стрингс», руководит которой Ирина Шемякова, оказались в разных странах и городах, что не помешало им записать композицию к 9 мая. К делу подошли творческие. Известную мелодию из фильма «17 мгновений весны» объединили с темой группы «Дипепл». Вот что из этого вышло. Руководитель группы Ирина Шемякова во время пандемии оказалась в Лиссабоне, а участники ее коллектива в Самаре и Донецке. Творческие люди сидеть без дела не привыкли. Ирина предложила работать онлайн и записать композицию к 9 мая. Вот только процесс выбора музыкального произведения оказался непрост. И как-то я сплю ночью, буквально после нашего разговора с девочками, просыпаюсь, и мне в голову влетает композиция, которую мы делали еще год назад. Мы ее на сцене исполняли всего один раз. Она на самом деле очень интересная. Мы смешали там тему из фильма «Миссия невыполнима» и тему из фильма «17 мгновений весны» двое в кафе. Потом также мы туда включили и тему «Мгновения», и даже какие-то темы из песни «Дипепепл». По замыслу Ирины, каждый участник коллектива, скрипачки, виолончелистка и саксофонистка должны были исполнить свою партию и записать ее на телефон. Сыграть на баяне согласился Сергей Горбунов, музыкальный руководитель театра «Ленком». Музыку сводили Денис Родин из Самары и Андрей Элокин из Донецка. А клип монтировал бывший сотрудник телеканала «Самары ГИС» Илья Ткачев, который несколько лет живет на Тенерифе. А самарская барабанщица Ирина Бекпергенова в треке умудрилась сыграть на четырех разных инструментах. По словам участников проекта, этой композиции им хотелось выразить благодарность тем, кто сумел противостоять фашизму. Полностью клип можно посмотреть в интернете. Виктория Шарая, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова